Покупки в интернет-магазинах станут дороже. Иностранные онлайн-маркеты будут платить НДС вместо ныне действующих таможенных пошлин. Из-за этого товары могут подорожать почти на 20%. Правительство уже уверено, что таким образом у покупателей повысится доверие к продавцам. Так ли это, выяснял наш корреспондент Егор Хвисюк. Ксения Боровкова настраивает свое рабочее место, выставляет камеру и свет, готовится записывать новое видео. В интернете девушка известна как влогер под псевдонимом Ксюша Кравец. На ее канал на Ютубе подписано больше 55 тысяч пользователей. Обычно ее видео набирает около 2000 просмотров. Однако есть и особая категория – обзоры вещей с китайских интернет-магазинов. Такие собирают аудиторию в 10, а иногда и в 100 раз больше. Сейчас, мне кажется, процентов 80 вообще там всей молодежи, они заказываются Алиэкспресс. Потому что дешевле намного. Да, не всегда попадается хорошее качество, но это намного дешевле. И многие могут позволить себе, допустим, купить платье на Алиэкспресс, которое у нас в магазине может стоить до 5000, а там, например, рублей 800. То есть разница очень большая в цене. Подобный способ Ксении привлекать на канал интернет пользователей в скором будущем может сойти на нет. Правительство страны рассматривает возможность введения нового налога для иностранных интернет-магазинов. С каждым месяцем россияне все чаще прибегают к услугам подобных сервисов. Чаще всего в интернет-магазинах покупают одежду и обувь. Причем приобретают их приблизительно равное количество людей и в российских, и в зарубежных онлайн-маркетах. На втором месте по популярности бытовая техника. Далее следует покупка смартфонов и планшетов. Такую технику россияне чаще приобретают в зарубежных интернет-магазинах. А вот продукты питания, напротив, предпочитают покупать через российские платформы. За первый квартал этого года россияне потратили на онлайн-покупки 240 миллиардов рублей. Пакет правок в налоговый кодекс и в соответствующий закон уже разработан. По задумке иностранные интернет-магазины должны вставать на учет и платить налог. 18 процентов. Такой же сейчас платят российские компании. Сайты фирм, которые откажутся придерживаться подобных правил, будут блокировать. Часть экспертов уверена, что запретные меры не принесут плодов. Роскомнадзор уже пытался заблокировать так называемые торренты. Однако заинтересованные пользователи быстро нашли способ обойти блокировку. В случае с интернет-магазинами подобная ситуация может легко повториться. Несмотря на запретительные меры, иностранные интернет-магазины отечественный рынок не покинут, утверждают некоторые специалисты. Доход от российских потребителей слишком велик. Возможно, интернет-площадки и понесут убытки. Но на покупателях это не сильно отразится. Ну, может быть, маржинальность магазинов чуть-чуть упадет, скажем так. Потребителю, я думаю, нет повода для беспокойства абсолютно. Потому что, ну, это высококонкурентный рынок, очень гибкий. И для пользователя все равно комфортнее какое-то предложение будет найдено. А вот представители отечественного интернет-бизнеса новый законопроект заставил негодовать. Андрей Коган в сети продает термоодежду с электроподогревом. Часть комплектующих заказывают в Китае. Уверен, чтобы помочь российскому интернет-бизнесу, необходимо не создавать налоги, а убирать уже существующие. Разрыв между их ценой и ценой товара в России гораздо больше, чем 18%. Эти 18% принципиально не повлияют на то, чтобы все покупатели стали покупать в российских интернет-магазинах. Лучше бы нас освободили от НДС, тогда мы бы были в равных условиях с Алиэкспрессом, но люди в стране покупали бы товар дешевле. Как себя покажет новый законопроект, точно сказать нельзя. Проект находится на этапе рассмотрения. Но об одном эксперты заявляют однозначно. Рынок интернет-торговли будет и дальше расти. И найдет способ обойти все преграждающие меры. Егор Хвисюк, Степан Абаимов, ОТВ.